Я отдал 10 лет жизни за эти знания. В этом видео я расскажу вам, что мне помогло стать предпринимателем. Как сделать так, чтобы твоя зарплата из 30 тысяч рублей в месяц выросла до 100, из 100 тысяч рублей выросла до 200, из 200 в миллион, из миллионов в 10 миллионов. Буду делиться через свой опыт с вами, знаниями. Обязательно смотрите это видео до конца. Я расскажу вам три основных принципа, которые я неукоснительно применяю в своей жизни, без которых ни один предприниматель не может жить. Меня зовут Андрей Новоселов. Я занимаюсь франчайзингом и продажами с 2010 года. Мои клиенты продают от 2 до 9 франшиз в месяц и зарабатывают на своем франчайзинговом бизнесе десятки миллионов рублей. Благодаря моим услугам. И мы начинаем. Вы никогда не задумывались, почему кто-то становится богатым, кто-то остается бедным? Какие качества в первую очередь влияют на вероятность, в принципе, достижения успеха? Волшебной таблетке, как вы понимаете, вообще в принципе не существует. Но есть простые качества, а скорее даже действия, которые помогут преуспеть. Но самое главное в этом всем не просто посмотреть это видео и забыть потребить его как просто контент. Нет, я вас прошу отнестись к нему по-другому. Важно из этого видео вынести свои инсайты, рекомендации. Хотя бы забрать для себя один инсайт и начать его применять в своей жизни. Смотрите это видео до конца. Обязательно пишите комментарии, что вы забрали для себя. Напишите свой инсайт на экране своего мобильного телефона, чтобы он у вас был перед глазами. Повесьте его на самое видное место и начинайте внедрять. Расскажу вам свою историю. Сразу скажу, что не считаю себя супер значимым каким-то предпринимателем, соглушительным успехом. Но я точно знаю, чего я хочу, как это получить. Начинал я из города, который называется Омск. В обычной семье я всегда хотел вырваться из этого окружения. Я всегда хотел много зарабатывать. Конечно же меня, как и многих, привлекают тачки, самолеты, путешествия, какие-то аксессуары. И поэтому я всегда хотел развиваться, стремился больше зарабатывать. Именно поэтому в 2007 году я переехал в Москву из Омска. Пришел работать в туроператорскую компанию. Продавал там франшизы по модели конверсионного франчайзинга. Что такое конверсионный франчайзинг? У вас, наверное, сейчас первая мысль. Это достаточно сложный способ продажи франшизы. Мы искали успешные турагентства, которые делали уже хорошие результаты по продаже путевок. И наша задача входила сделать так, чтобы это турагентство сняло свою вывеску. Наташа Тревел, Солнце Тур. И начинать работать непосредственно под нашей вывеской. То есть это не открытие как франшиза с нуля, а поиск хороших, успешных, в моем случае турагентств, которые, собственно говоря, нужно было бы перевести по модель франчайзинга. И, конечно же, я должен здесь отметить, что это непростая задача, с которой я столкнулся. Но именно вот эта связь с предпринимателями, которую я там увидел, очень сильно на меня повлияла. Я увидел, как предприниматели зарабатывают деньги. Я увидел, как предприниматели тратят деньги, как нанимают команду, как делают маркетинг, рекламу, трафик. Я тогда тоже захотел свой бизнес. Я попросил компанию, в которой я работал, продать мне франшизу этого турагентства. Так я стал московским предпринимателем. Это, конечно же, такое модное словечко, которое на тот момент меня драйвило. Но если говорить там о каких-то значимых, настоящих вызовах и каких-то результатах, то они значительно позже произошли. Это был практически 2022 год. Эти результаты сильно отразились на моем доходе, на моем, в принципе, понимании того, как делать бизнес. Когда я стал развивать свое обучение по франчайзингу, когда я стал наставником, когда стал вести в личном наставничестве предпринимателей, отказался от других направлений бизнесов, которые у меня тогда уже были, каких-то неэффективных способов зарабатывания, и сфокусировался только на одном направлении, на развитии своего продукта, на улучшении этого продукта. Поделюсь с вами своими инсайтами, которые помогли мне стать предпринимателем, которые помогли множеству моих клиентов, которые я точно вижу, которые могу вам рекомендовать именно эти инсайты, и помогут выйти на доход с пятью, шестью, и я надеюсь, семью нулями. Инсайт номер один. Это делать. Самая большая ошибка тех, кто хочет начать. Долго взвешивать, долго выбирать нишу, постоянно готовиться, начинать с первого января, ждать, когда начнется какие-то самые благоприятные условия. Такой период времени не наступит никогда. Оглянитесь назад, вспомните, когда вы откладывали, когда вы что-то запланировали, но надеялись на то, что настанут лучшие времена. И скажите сейчас себе смело. Поменялось что-либо в вашей жизни? Изменилось что-либо? И я больше чем уверен, что ответ в 99% случаев будет нет. Инсайт номер один. Это, конечно же, делать. Планировать важно, но не откладывать, не прокрастинировать, а именно брать и делать. Если посмотреть глубже на эту проблему, становится очевидным, что корень этой проблемы – страх. И как с ним справиться? Хороший вопрос, да? Как справиться со страхом? Это идти в свой страх. И мне очень сильно нравится метафора, которую я обычно употребляю в таких случаях. Это метафора про прыжок с парашютом. Я лично прыгал с парашютом. И хочу поделиться с вами своими эмоциями. Тот страх, который ты испытываешь перед прыжком с парашютом первый раз, от него избавиться можно только двумя способами. Первый способ – это в принципе не идти. Как вы понимаете, он не подходит нам. Есть второй способ – это просто взять и прыгнуть с парашютом. Колоссальный уровень стресса, который ты испытываешь. И избавиться из него можно только в том случае, если прыгнуть с парашютом и приземлиться уже на землю. Страх никак не пройдет, его невозможно контролировать. Просто нужно идти и делать. Еще фраза, которая мне очень нравится по принципу делания. «Лучший день для того, чтобы посадить дерево, был 20 лет назад. Другой лучший день для того, чтобы посадить дерево, он на самом деле сегодня». И это такая глубокая фраза, есть только сегодня, завтра. В принципе, не существует то, когда мы проснемся завтра, у нас тоже все равно будет сегодня. Инсайт номер два – это количество попыток. Бизнес получается зачастую не с первой попытки. И здесь нужно не сдаваться на пути к своей цели, к своему желанию, к своей мечте. На своем примере здесь просто перечислю бизнесы, которые у меня не получились. Ломбард, пекарня, логистическая компания, это IT-компания, это сервис по доставке посылок. Это даже не полный список тех бизнесов, которые у меня не получились. И я горжусь, что имея такой опыт, этот опыт каждого из нас приводит в лучшую точку, в более значимую, когда мы можем становиться все еще лучше. Даже сейчас на своем наставничестве по франчайзингу я решаю кучу возникающих трудностей. Кстати, с трафиком в моем случае я до конца не смог его победить. Потратил за год больше миллиона рублей. Протестировал разные связки, вебинары, чат-бот, телеграм. Там брал различные методы, курсы, наставничество для того, чтобы меня научили, как нужно запускать трафик. Но честно, я еще даже не до конца справился с этим бизнес-процессом. И что хорошо, это, конечно, то, что качество продукта очень большое, очень классное. И большинство клиентов, а я называю своих клиентов непосредственно партнеров, так вот многие партнеры приходят к нам по сарафану. Все мои партнеры довольны результатом и с удовольствием рекомендуют меня своим друзьям или знакомым. Маленькое резюме. Когда у тебя немного бизнес-опыта, очень важно брать количеством попыток. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я пишу о бизнесе, о франчайзинге, о масштабировании. Сам лично пишу каждый пост и отвечаю на комментарии. Там вы сможете задать свои вопросы и получить на него ответы. Мы сможем там общаться, следить друг за другом, получать много полезной информации. Ссылка находится под этим видео. Инсайт номер три уже более прикладной к бизнесу. Бизнес – это всегда деньги. Деньги – это всегда продажи. Мы во франчайзинге сталкиваемся с такой ситуацией. Открывается какой-то бизнес, например, кофейня, пекарня, логопедический центр. Неважно на самом деле какой. И вот собственник делает красоту, вкладывает очень много денег в ремонт помещения. Миллионы рублей зачастую. И рассчитывает на то, что благодаря тому, что сделан классный ремонт, выстроится очередь из клиентов. И все будут отдавать очень много-много-много денег. Нет, такое никогда не выстроится и никогда не произойдет. Нужно продавать. Продавать постоянно. Продавать, выполняя планы по продажам. И достигая поставленных целей бизнеса. Нельзя уютом, созданием уюта, выполнить план по продажам и стать богатым. Для чего я привел этот пример? Очень важно не подменять понятия. Очень важно не вкладываться в то, что не приносит результат. И на начальном этапе в большинстве бизнесов важнейшим является маркетинг и продажи. Я надеюсь, что с маркетингом в вашем бизнесе все более-менее хорошо. А вот с продажами всегда нужно уделять им очень много внимания. Развивайте в себе навык продаж. Собирайте команду из продажников. Возьмите в партнерство человека, который может помочь вам с трафиком или с продажами. Если у вас есть такая трудность. И тогда у вас в бизнесе всегда будут деньги. А вот уже на эти деньги улучшайте бизнес-процессы, продукт. Создавайте уют или же тратите деньги непосредственно на себя. Если вы предприниматель, если вы развиваете свой бизнес. И вам нужен партнер, который поможет вам запустить и продать франшизу. То тогда вам на самом деле прямая дорога к нам в наставничество. Наставничество по франчайзингу, наставничество до результата. Если вы не знаете, как начать с бизнес по модели масштабирования в сфере франчайзинга. Как сделать упаковку франшизы. Как получить заявки. Как сделать первых клиентов. Возможно, вы даже уже делали первые шаги. Но как-то безуспешно. Тогда приходите еще раз ко мне в работу. В индивидуальное наставничество. Наставничество до результата. Более того, мы там даем гарантию. В настоящий момент мы работаем более чем с 18 предпринимателями. Многие которых стали лидерами рынка. И продают от 2 до 9 франшиз каждый месяц. Оставляйте прямо сейчас заявку на бесплатный разбор вашего бизнеса или франшизы. Чтобы получить персональный план для вашего бизнеса, вашей франшизы. Это даст вам понимание, сколько сможете зарабатывать на франчайзинге. В доходе от паушальных взносов, от роялти. Сколько денег нужно вложить. И какие сроки вам понадобятся. И какие инвестиции. Ссылка, чтобы оставить заявку под этим видео. А я рад был вас увидеть в этом видео. До встречи в новых видео на этом канале. Поставьте лайк, подпишитесь. До новых встреч. Пока.